Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 861. События дня. Эпиграф 1 Яна 2,19. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иван Шведов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. «Слушаю выпуски События дня. Хочу помочь Володе поработать над чтением. Ему, возможно, поможет прослушивание аудиокниг. Лучше, если они начитаны хорошо поставленным голосом. Он очень много работает. Как вы говорите, он практик. И вот во время работы можно слушать, например, Новый Завет. Хорошо читает, например, Валентин Клементьев. Вот ссылка, где можно скачать. Можно и классические произведения найти. Сейчас продаются маленькие аудиопроигрыватели. Меньше спичечного коробка с наушниками. Вот занимается он рукоделием. Сейчас другой-то и слушает, и понимает интонацию, такт, выражение. Ну и смысл, конечно. У Володи, во-первых, нет, он не насчитывает. Но дальше, это уже я не говорил, это бесчетное число раз. У него огромное упущение. В школе учился без отца матери, как козленок прыгал. И он понимает это дело, тоскует, но ничего не... Он много пишет, запоминает, слушает много. Но всё, ничего нельзя сделать. Дальше нельзя. Иначе только жизнь заново начинать. Я отвечаю. Только что сегодня утром обнаружил, что провод, который идёт от сети к видеоаппарату, в два провода, то есть и твой, и мой, тут Володя пишут, что делать? Накажи Игорю Барабаш, чтобы обязательно заехал, достучался в окно, и передам. Это уйдёт неделя, то есть без провода. Он не может ни зарядку сделать, ни на зарядку, которая идёт там. А как же ты там будешь снимать и заряжать? Думай, что сходи к Людмиле и попроси на одну неделю на зарядку провод. И через батюшку узнай, не едет ли кто сюда на неделе и далее, чтобы заехал ко мне. И я был тут же, передал ему провод, шнур. Может, отсюда кто поедет? Да, навряд ли. Вот это я написал, а в деревьях-то теперь не так и много. Кто там, у кого есть интернет, чтобы связаться-то можно было. Ну ладно, я не стал долго думать. И сейчас покажу, как дальше события развиваются. Я пишу Елене Барабаш, Игоря, жену, жене пишу. Пишет она. В Потеряевку на выходные едут Лиза, Анфиса, Ермак, это Ерёма, Еремия, Василиса. В субботу на поезде выезжают. Ну-то рядом уже совсем-то. А Игорь будет только в четверг, 3 мая. Вот я помолился в это время-то, и в дверь стучат. Ну, прямо сразу слова, говорит, только замолкли. И всё, я с молитвы встал, всё, открываю. А Алексей стоит у Стина. Да ты как оказался здесь? Да вот там надо цемент, вот то другое-то. Ну, я всё отдал, и, конечно, это... А только что купили новый аппарат. Новый это батюшки, потому что на его пользуемся я взял, и так он у меня, ему отдать. А там пускай кто-то учится. То есть за всю зиму, за 4 месяца, не за 4 месяца, больше, ещё я считаю 4, там за 8 месяцев. Вот. Октябрь, ноябрь, декабрь, инварь, февраль. Ну да, за 8. Нету ни одного ролика. Не считай, что там, когда с Романом беседа была. То есть и у них занятия идут, и люди приезжают. За всю деревню ни одного нет. А есть кто? Ну, а те для своих. И сразу Алексей всё отдал. Вот ответ как? Вот только помолился. Можно сказать, да, совпадение. Ну, слишком много совпадений. Это ни один, ни два раза. Я вот вчера рассказывал, как было. И совпадение. Считаю, как сказать, журнал, или как его назвать можно, ежемесячно выпускает местная епархия, Алтайская миссия называется. И там семинария есть про семинаристов. Я один проповедь написал. Я гляжу, Вадим Четвергов. И так складно у него всё. Я сразу книги собрал. Тут сколько? Новый завет, толкование тут. И посылаю. Ребята, идите, отнесите. Ему там найдите и передайте подарок. Значит, с этим получился казус. Как раз идти, и пошли Володя и Игорь. Игорь что-то заортачился, прям не знаю, Добунов. Ну, я говорю, ладно, Володя, ты сам передай где-то. Да я не знаю, да как, вижу, препятствия. Ну, тогда идти далёко до храма. Я иду сам тогда, одеваюсь. И тогда Игорь, ладно, давай, передам. А надо передать так, когда где-то там, ну, выходят петь они, и после этого там им туда ему передать. Ну, нетрудно было. Но вот было препятствие. Но то, что я двинулся туда, а получилось так. И вот проходит сколько времени, его нигде нет. Он священником стал, уехал, и нигде его нет. Я больше не вижу. Я, что ж, не в Барнауле. Что ж такое, я нигде. Только стою и думаю. Никогда не думал, вдруг в голову пришло. Надо как-то найти и узнать, как у него дела идут. Семинарист, он такой был. А как священник-то? Он женился, там, ребёнок, то другое. Тут только на молитву стал о нём помолиться. А я молюсь, я имя его произношу каждый день. Каждый день. До этого молился. А тут именно связь установить. Я с молитвы стою, прям мгновенно. В конце молитвы уже звонок. Звонит. Он мой телефон нашёл. Четвергов. Вы, наверное, меня забыли. О, Вадим, а где ты там? Где-то, ну, Заринский или где. Вот это надо. И главное, сразу. Никогда ждать не приходится. Не вспоминал я его там четыре года. Ни разу не вспоминал. То есть вспоминаю на молитве утром каждый день. А вот так, чтобы... А как он? Да как? Что-нибудь. И вот раз, сразу он выходит. У меня такое же было. С одним познакомился. И он голубятник такой, священник. Ну, проходит время. А теперь я уезжаю, думаю. Меня долго не будет. Проезжать будем те места. Может быть, как-то я его вижу. Только-только. И сразу от него известие. Прям тут же, сразу. Я в ваши места еду. Вы дома будете? Ну, до чего быть верующим? Ну, просто так бы, как бы. А то именно в этот момент. А Володя тут еще и зарядку под телефон-то забыл, наверное. И Алеша все отдал. Алеша поехал. Вот теперь... Дальше я продолжу свою. Андрей Александров. Игнатий Тихонович. Как насчет продолжения этой темы? Вот показал тему. Думаю, ну, какая же тема? Человек-то расположенный. Не богохульство там у него. А он тут... Я начитывал когда-то стихи свои. Прямо здесь вот считаю. И она меня записывает сама. Но сейчас что-то там не заладилось и не записывает. Вот. И он говорит то, чтобы... Так, всегда и во всем ценят именно оригинал. Порадуйте, пожалуйста, нас своим исполнением. Ну, я сколько-то там насчитал. Сотни-две, наверное. Ну, а у меня-то 3467 стихотворений. Стихотворения все по 36 строчек. Ну, 9 куплетов четырехсрочных-то. Ну, я имею в виду Андрей Александров. Посмотрим эту вызову. Позвоню. Или в воскресенье будет это ближайшее. Чтобы у меня посмотрели, почему она как-то скидывает то, что записывает сейчас. Сейчас я себя тут не вижу. А вот именно самозапись. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. К вам с двумя вопросами. Первое. Стихтант задал вопрос. Светите ли вы имя Божие? Как в освятии Библии и учения церкви ответить на этот вопрос? И нужно ли отвечать? Ну, тут вопрос действительно самый первый. Нужно ли отвечать? Как досветиться имя Твое? Мои Слово Божие, как жизнью святость показать. Божию, которая в нас отобразилась, что мы уверовали, живем под водительством Духа Святого. А как по-другому светить? Ради вас имя Божие хулиться. Другой вариант есть. Так что жизнью святость, святость. От слова не светиться, не е, а я, я, святость. И имя Божие светит им. А какое имя? Иеговы, Яхвы, Ягвы. Вот. Имя Божие светится. Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы люди увидели и сказали, да, это христианин. Это действительно христианин. И второе. Понятие ритуал. Несмотря на то, что это слово отсутствует в священописании, оно широко употребимо в теологии и богослове. Само слово хорошее от слова ритм латинское. Упорядочивать. Приведение в порядок. Та же, как и слово религия. На занятиях по изучению Библии им категорически не пользуюсь. Но в научно-публицистической деятельности приходится. Что будет корректно отнести к ритуалу изучения и практике христианской жизни? Вот такой вопрос. Я еще раз проверил в интернете по Википедии. У меня понятия не сходятся, как они. Поэтому я могу посоветовать. Смотрите там, что написано. Я-то какой? Я скажу только что. Слово ритуал. Это действительно купорядочивание какой-то системы. Ритуальные услуги. Вот только скажи. Ритуальные услуги. Все поймут, что это не танцплощадка. В конечном счете сбилось в одну сторону. И мы должны это подчеркнуть. Понятно, что такое ритуал. Ритуал порядок, установленный. В каком порядке взять, написать, гробы украсить, надписи сделать, фотографии улепить. Порядок такой. И мы должны... У нас религия. Главное, религия попутно сказать. Неправильно его переводят. Ну почему? Раньше всегда указывали. Я не специалист. Религия – это благочестие. Религиос. Благочестие. Вот религия всегда предполагает благочестие. Иногда в кавычках говорят, ну, допустим, нацизм был религией для фашистов, а коммунизм для коммунистов. Ну какая религия? Убийство. Сатанизм. Легче это, проще было назвать. Это, вернее, служение дьяволу. А вот к религии все понимают, это вера. Какая у него религия? А то конфессия, динаминация. Таких слов нету. Под этими двумя словами скрылось слово ересь. Вот тут к какой-то ереси относишься. Вот здесь. А вот религия – это какое вероисповедание. Вот так можно сказать. И теперь снова по ритуале я поясняю. И дальше само слово. Еще какое-то слово-то у него. Оно широко. Понятие ритуал. Ну вот о ритуале я и потребима. Ритуал. Нигде отдельно я не встречаю. Религия – это тоже так. Ну вот писем на виде не ответил, даже времени нету. Светлана пишет одна. Уважаемый Игнатий Тихонович, «Если можно, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как избавиться от страха, который парализует разум?» Мне 50 лет. В Бога верю. Борюсь со страхом 3 года. Я отвечаю. «Где живете? Какой страх? Чего конкретно боитесь-то? Днем или ночью? Темноты или одиночеством? Боитесь умереть внезапно или быть ограбленной?» 2 Коринфянам 2,15. «Ибо мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе». Ну вот, пожалуйста, благоухание. Это страх. Вот я иду по коридору в тюрьме, СИЗО называется, ну и в каждую кормушку открывается, со мной идет какой-то из них там охранник, специально дает человека, и к кормушке кто-то сразу подсовывается. Мы даем Евангелие, Новый Завет. Кто берет? Сразу не скажет, я беру. Беру, подождите. То ли вы сейчас дайте мне обещание при всех, чтобы не попортить эту книгу и никому не разрешить это делать, чтобы передать кому такому же, и тоже под Слово. Э, нет, сразу отступились. Вот заключенные за убийство сидит, а Слово терять не хочет. Один подходит, я возьму, у меня уже полсумки. Да зачем тебе? Я раздавать буду. Даешь Слово? Конечно, даю мне. Показывает, тащит там, и рюкзак, и у него полно там. Сколько раз я приходил, он всегда брал. Там, кроме нас-то, никого больше не было. И вот теперь мы говорим страх. Вот страх у него, как бы ему хуже не было. А мы сами по себе страх. Вот я открываю кормушку этой женщины. Мужчина, говорит, который сопровождает. Ну, вы, ничего, тут они бывают, и раздеваются, там голые ходят. Правда, открываю. А еще голые-то. Ух, как они сразу мужской голос услыхали, закрутились, и все. Подходит. И сразу увидели, что я с боролой-то. Шарахнулись назад-то. Ой. Я говорю, чего грешники боитесь-то? Вы увидели лицо христианина непопорченное. Как Александр Невский говорил, вид воина должен внушать ужас супостатам. Вы, супостатки, сидите здесь. Ну, вроде как, с юмором-то. Ну, такие есть у вас? Да, есть. Ну, давай. А я сразу вспоминаю Ефрема Сирина. Он во дворе там готовит какое-то на двух кирпичах. Что-то там какую-то посудину поставил. Может, ржавую. И готовит что-то. А такая одна из них там где-то на втором этаже или где-то рядом выглянула. Вам, может, чего-то не хватает? Ну, чего не хватает? А там рыбы дать или что-то? Не хватает. Кирпичей это в песку. Не говори, что цемент тогда, может, не было его. Замазать тебя, чтобы ты не выглядывала тут. Ой-ой-ой, сердитый какой. Ну, и всё. И вот сколько здесь ассоциаций разных. А я там в студии у них насчитываю, плёнку оставляю. А они по камерам слушают. Там есть точки, радиоточки. И страх. Какой страх в чём? Некоторые не выдерживают страха и кончают жизнь самоубийством. Меня интересует один большой вопрос. Вот никто мне до конца не может ответить. Это секретарь Гитлера Юнга. Она писала, когда завещание, она несколько лет была с ним, молодая девушка, немка. И ждала, говорит, я от него покаяния. Хоть одно слово, ни одного слова не сказала. Завещание даёт ей. То есть совершенно неверующий был. А пел в сарковном хоре мальчиком был. Вот здесь страх. Что он испытывал, Адольф? Когда всё пошло в обратном порядке. После Курской дуги особенно. Разгрома под Москвой и, естественно, Сталинград. Какие у него были переживания, были подвижки к покаянию. Столько бед натворил. О, так вы, ну что вы привлекать за это? Я интересуюсь. Меня интересуется то, как пришёл к смерти Таламерлан. Таламерлан был. Вот тоже меня. Меня интересует именно момент этот. Меня нисколько не интересует ни апостол, ни один, ни Христос в вопросах о смерти. Потому что тут всё известно, всё понятно. А как именно? Меня не интересует многое. А вот именно то, что было недалёко. Чтоб такую славу иметь, такое почтение, такое бесстрашие. И он везде опередил Сталина на две недели. Тот готовился напасть, как пишут сегодня. Не только Суворов там пишет, Виктор Резун. Нет, но это сегодня прям открыто говорят. Когда захватили Берлин, то отдали на распятие этот город. Было изнасиловано около двух миллионов женщин. Что там было? Какое уважение? Гея, товарищ Жуков это всё руководил. Я к примеру говорю, да какой у них страх был. Как мы на этих чудовищ смотреть не могли сколько лет. А теперь кормят из котелка, там, ребёнку кусок дали. Ну, почему, когда в Париж-то пришёл царь Александр-то, этого не было же? Никаких француженок никто не насиловал. Американцы тоже вытворяли. Да ещё какой-то у них там батальон был с Африки. Те-то что вытворяли? И мальчиков, и стариков всех насиловали. Вот где был страх. Какой у вас страх? Я пишу, Премудрость Соломона, 17.11. Страх есть ничто иное, как лишение помощи от рассудка. В Святой Библии это слово «страх» встречается 229 раз. И всё по разным случаям. Божий страх, бояться Бога и не грешить, это спасительно и похвально. Притча 1.7. Начало мудрости страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Притча 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. А праведник смел, как лев. Песня песней, 3.8. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Ночью вообще страшно, откуда стрелять могут. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днём. Вот я и спрашиваю, когда? Светлана. Город Белгород. Я не указываю, мог бы указать даже, какая фамилия и всё. Но осатаневшие буквально враги против меня они. Отовсюду они. Вот как лютые волки бросаются на этого человека и всякой гадостью забаливают. Кто-то что-то где-то сказал против меня. Я плохой, я негодный. И, значит, поэтому вы отойдите от него, чтобы их сбить. А куда в ад столкнуть? Там, где сами сидят. Я называю синдром падших демонов. Ну, как называют лев толстой черти. Они сами там и другого соблазняют. А для чего же вы делали-то? Вот для этого и делают они. И вот на меня такие нападают. Бесстрашно. Одно такое слово. Отвечу им так. Как будто бы, говорят, пудовой гирей по зубам стукнул. Всё. И заугрожать начинают крещать. Там, всячески. И за них заступаются даже. А вы их назвали там кодлые. Ну, а кто же они? Безбожники. Они вообще не принимают слово Божие. Их терминология. Я их осаживаю. Да лучше бы матерились. Но, однако, вы же одобряете матершинников канонизированных. Как они матерились и прочее. Вы же признаёте это. Ну, почему же так сильно-то на меня нападать? Ну, я просто скажу. Змеёныши. Ну, что, по рождению их едины. Ну, враг всякой правды, сын дьявола. Лгут на каждом шагу. Сергеянцы патриархийные. На меня нападают за эти слова. Нападают. У меня страха перед ними не было никогда. А кто они такие? Да у них ничего нету. Это они боятся каждого слова. Чтоб кто правду не сказал. Как мне говорили. Если бы не вы, никто бы не знал, что надо крестить троекратным погружением. Это вы смуту наводите. А не книгу правил скинули. То есть развращают людей. Всё позволено. Никакой эпидемии. Экономия. Экономия. Ты лучше в деньгах экономию наведи. Чтоб не торговать таинствами. Табачно-водочные. Ещё что-то учат. За мной нет этого ничего. И они нападают. Почему? Боятся. Потому что наш город на вершине горы. Светит всеми цветами. Однажды утром проснулась. Страх подступил три года назад. И голова ватная. Туманная. Может, был микроинсульт. Не смогла пойти на работу. Работаю бухгалтером. Теперь боюсь одиночества. Потерять рассудок. Не получить спасения. Ну, что я могу ответить вам, Светлана? Эти враги-то нападают. Ну, изверги. Дьявольское отродье. По-другому не назовёшь их. А на одной лжи живут. Я не могу даже вашу фамилию здесь показать. Настолько лютуют. У меня это было. Я уже рассказывал. Может, забыли. Я живу в Искитиме. У одной хозяйки. У Литты Григорьевны Захарова. И бабушка одна. На квартире живу. Я работаю. Прихожу домой. Один. Она уехала. Семья была большая. Пятистенный дом у них. Мужа взяли на операцию и зарезали. Прямо зарезали. Неудачно где-то что-то как-то. Да и там сосуд или что-то отрезали. Говорят. Вот. Сын Коля. Кажется, 18 лет. Ещё в армии не был. Большая водонапорная башня стоит на насыпанном холме. И туда загнали машину. И двоих в люльку посадили. Двоих. Да подняли на полный шток. А закрепить не закрепили. Ну и машина-то пошла на бок. А внизу асфальт. И люди идут с работы. Увидели, как она падает. Закричали. И как об асфальт ударили. Сразу двоих. Один с армии пришёл. Это Коля. Вот смотрите. Двоих она сразу лишается. Сын лезет в петлю. Гриша. Ну как-то там вытаскивает его. Дочь вышла замуж. С мужем уехала в Болгарию. Он военный. А ещё сын у ней был. Он женился. Со снохой дело не пошло. И она на квартиру меня пустила. Сама уехала. Я сижу в это время конспектирую. И она Златоуста. Трёхтомник был у меня. Ну это где-то там 70-е годы. И в это время на меня страх. Как будто кто-то меня трогает. Я сижу один, пишу. Холодом обдаёт. Кажется, волосы поднимаются на голове. И как бы мысль. Мысль на меня. Так, я тебе сейчас так сделаю. С ума сойдёшь в окно, бросишься. Я сразу, я знаю откуда это. Я на колени становлюсь и молюсь. Пока в норму не приду. Жарко делается. А в избе держу всегда температуру. Ну не больше 10 градусов тепла. Ложиться спать опять. И выключая свет. Я не слышу ничего. Мысль такая. Сейчас только погашишь свет. В темноте я на тебя нападу. То есть дьявол. И ты бросишься там ещё там. Ну и проще. Теперь я ложусь всегда без света. Молюсь и сразу засыпаю. Сарай далеко в огороде стоит. Уголь оттуда носить надо. Я иду. Свет не включаю. Всё делаю на ощупь в темноте. То есть всё, что мне приходит. Мысль я делаю наоборот. И такой вот горячки или холодячки на меня гнал он. Неделю, может, две было. Я считаю Златоуста или Библия. И в это время такое. Всё. Ну и считай сколько. С 70-х годов. Да вообще. Много. Только одно слово много. Я ещё тогда жил один. Неженатый был. Вот такое дело. Теперь боюсь одиночества. Мы за Христом. Потерять рассудок. Я делюсь опытом. Не получить спасение. Да, это страх Божий. Ну вот, я вам отвечаю здесь. Найдёте вы или нет. Я ответил. Анатолий Усатов. Это сказал я. Не боюсь никого. И поэтому. Игнатий Тихонович, вы мне не ответили. Если после того, как человек, который отступил от Бога, от Господа, в данный момент, я снова обрести благодать и спасение могу или нет? Или же ему стоит уповать на милость Божию на суде Белого престола? Там милости не будет. Не для очищения явится. А второй раз. 9-28 евреев. Просчитайте. И до конца жизни жить так, как придётся. Ну, то есть, был в заключении. Занимался там такое нехорошее дело. Вернулся, женился. Опять жене изменяет. Зачем он на меня вышел, не знаю. Поймите, для меня это очень больная тема. В данный момент у меня нет того, кому я мог бы открыться. И вы. Тот, кому Бог расположил моё сердце. Ну, я ничего не могу сказать. Но он где там, как говорит, обратился. Христа опустил своё сердце. Я сразу вижу. Еретик. Сектант. Верующий православный никогда не может сказать эти слова. Он Писание не знает. Я отвечаю, это абсолютно невозможно в ереси, в секте, где вы пребываете. Это ваш выбор на целую вечность. Власть отпускать грехи дана только истинному священству, в истинной церкви, созданной Христом Иисусом. Ну, некоторые скажут, вот вы опять за своё, да вот прославляете православие, а там ещё нет. Я ничего не опровергаю. Я говорю то, что есть. Иоанна 20.23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Больше не пишите. Вы будете только ожесточаться и терять порошинки совести, если они ещё есть в вас. Храмы православные Московского Патриархата ещё пока открыты. Найдите неукоризненного священника. Бог да будет вам и судья, и помощник. Вот мой ответ. Сергей Николаев. А почему эти фамилии указываете? Ну, они говорят, пишите открытые. Ничего, я их не боюсь. А эти, ну, такими словами там ещё покроют их. Мир вашему дому. Поклон. Только недавно открылся на ваше видео в Ютубе. Посмотрел ролики. Немножко второй ролик был. Пойман вор. Так было приятно смотреть, как Игнатий Тихонович помолились Господу. Душа моя затрепыхалась, и я заплакал. И моё сердце сразу расположилось к Игнатию. Действительно, человек от Бога. Очень не хватает таких людей в наше тяжёлое время, наставлений и премудрости. Особенно, когда мои уши слышат, как Игнатий начинает молиться. У меня слёзы наворачиваются от искренней и живой молитвы. Живому Богу. Дай Бог вам здоровья и многое лето. Хотелось бы с вами встретиться и поклониться вам за ваши труды. Но вы так далеко живёте. Ну вот видишь, как приходит этот человек. Я его знать не знаю. На нашем Ютубе видит. Но вы не видели в других местах, где мы молимся. Там самые отъявленные бывают гонители, и они становятся на молитву. А эти, которые нападают, они не знают ничего. По молитве определяется. Они могут хамить, безобразничать. И думают, что это Бог утверждает. Бог не утверждает это безобразие. И никакие благословения, и ничего не поможет. Главное, чаще испобедуйся, чаще причащайся. Вот. Вот я не хочу указывать, кто говорит тут. Мир вам, Игнатий Тихонович. Каждый раз хочу задать вопрос на занятиях, но так и не решаюсь. Вопрос касается моей мамы, и при всех задать его не могу, так как боюсь Господа нарушить его заповедь о родителях. Я всегда стараюсь с ней найти хоть какое-то понимание, но всегда упираюсь в стену. Моя мама очень злой, независливый человек, хотя и много есть, что доброго и хорошего в ней. По Писанию она жить и тем более слышать о Христе ничего не хочет. И в то же время, когда ей что нужно, мирское, начинает молиться, мне от этого очень больно. Если что, не поняя, она так начинает материться, что беги, как говорит, святых выноси. Я была нежеланным ребенком, и в детском возрасте думала, что меня взяли из детдома. Игнатий Тихонович, все не опишешь. Может, вы меня поймете, мою боль. Как мне с ней общаться? Общение снизилось. Она криком ревет о моем изменении. Как она сказала, что из черной я стала белой. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Помогите Христос ради понять, какое у меня с мамой должно быть общение. Она инвалид по зрению, и мы с мужем помогаем ей и отцу. Ну, то, что вы сказали, вот в этом направлении делайте. Мать, ее никуда не денешь. Если она желает жить, живет с вами. Если она была бы главной, а бы прогоняла, или я, или это, тогда выбирать только Бога. Что сказать вам? Это такая тема, мать, это, естественно, любить. Больше ласки, больше внимания. И, может быть, сердце ее расположится. Я считал про китайцев. У них там тоже не заладилось. И она пришла к одному травнику и говорит, у меня-то все хорошо. Он ее исследовал. Говорит, ну, тоже сердце уже пошаливает. Донимает меня. Кто? Свекровка. Вы мне дайте какой-то травы. Ну, невозможно жить, я ее отравлю. Ну, он говорит, такая трава есть. Но мне с ней надо очень осторожно. Вы помаленьку, помаленьку подкладывайте. Иначе она, если сейчас умрет, исследование будет, как жили. Полиция это будет спрашивать. Исказать, плохо. Исследуют, в крови у нее найдут. И вас посадят. Или китай-то расстреляют. Хорошо так и делают. Но только ты сама более ласкова будь. Внимание к ней, чтобы она ничего не заметила, не догадалась. И люди-то это будут видеть и скажут, отношения были хорошие. Но она также пришла, веселая, радостная. И скорее заварила. Заварила эту, старается кастрюлю-то отдельно, чтобы мужа не напоить. И все. А та, что такое, изменилась. И она ей в ответ так же. Следующий день она ей опять хорошо. И больше. И она с кровкой не разлей вода. Ни шагу, никуда. И придет, воркует, как голубка. А эта только хлопочет, как бы угодить. Да какая у меня невестка попала. За всем говорит. Не могу нарадоваться. Ну что? Как? Ой-ой-ой. И она в это видео прибежала к этому. К травнику и говорит. Ой, дайте мне что-то против. Да я матери давала. Она вот-вот умрет. А у меня такие отношения с ней хорошие сейчас. И я не хочу, чтобы она умирала. А сама плачет. Он говорит. Да не беспокойся, голубушка. Я вам дал обыкновенного чабреца. Она засыпает. Спокойная у нее. Так. Не кашляет. Ну да, ну да. Ну вот и все. Никакой отравы там нет. Лекарство-то в вас. Во рту у вас было. В вашем сердце. Вот это я вам скажу. Измените отношения. Ну и все будет по-другому. Евгений Трабко. Константин Михайлович Харщев был предпоследним председателем ГБшного органа Совета по делам религии. И уже будучи на пенсии, в последние годы он давал интервью. А одна его фраза про советский режим поражает. Кавычки открыты. Мы 70 лет боролись с церковью. В частности, мы заботились о том, чтобы на наиболее значимые должности были назначены аморальные и растленные люди. А вот теперь мы хотим, чтобы эти люди устроили нам духовное возрождение. «Очнитесь, прошу вас, интересуйтесь, узнавайте, исследуйте. Не надейтесь, что кто-то другой за вас во всем разберется и растолкует вам православие. И не прячьте его, будто это клад. А раздавайте всем вокруг». Я романах Серафим Роуз. Это вторая фраза. «Очнитесь, прошу вас». Вот это ему приписывают. А то, что на должность ставить таких, это в протоколах сионских мудрецов там точно так и написано. Если он заортачится, его дела раз, и Никсона нет. Вот он утергейт по дверях. Рустам, мир вам, Гусейнов. Сегодня крестили полным погружением. Но его только священник руки на голову не возлагал при погружении. Это считается? Стоял и молился. А я спустился по лестнице в холодный источник и погрузился три раза с головой. Вода ледяная. Ощущение есть. Стало легче. Священник возлагал на меня руку и молился, но до погружения. А при погружении просто стоял и молился. Ну, желательно, но если не было, ничего от этого не изменится. Так когда многие крестят, священник-то стоит, ну, не рядом, а бывает там толпа, как князь Владимир-то было крещение. Ну, вот так. Ну, что сказать. Поздравляем русам. Выдержи это. Чтоб ты там умер внутри. Тебя это было. Ни на что не обращай внимания. По-твоему, не по-твоему. Никогда не обращай. К тебе плохо отнеслись. Все. Только думай о том, как мне не погадить это крещение. Правильно. Без денег. Все у тебя сошлось, как надо. Теперь сам себя держи. Не позволь дьяволу насмеяться над тобою. Тот не такой. Все это подглядывает за кем-то. Ну, даже мои слова можешь обидеться. Я не говорю, что это ты делаешь. А если такое, выкинь. А не такое, значит. Говорит, поблагодари и поцелуй за намерение. Иоанн Златоуст говорит. И здесь священник это все сделал. Никаких сомнений не допускай. Священник истинное. А что? Священник нуждается. Десятину у тебя есть. И распорядись. Ну, и немножко, хотя бы одно какое-то, показать тут у нас что. Вот мой мир. Вот такой я в шапке есть с голубем. Там это запасное. Это так именно. Показываю наш православный форум. И наш православный видеоканал. Там 10700 с лишним роликов наших. Вот. Ну, цифры, говорят, неправильные. Кто-то вроде накручивает. Ничего не знаю я. Другого нет. 18662 подписчика и 18367183 просмотра. Ну, вот так. Вот «Восвете Библии» – это сайт православный библейский. И сейчас вот вопросы-ответы. Вот 55 папок. Так. Дети. 13-й сейчас я открываю. Вот какой у меня. Вопрос 890. Втором том открытым оком. Ваш лагерь Стан – не государственная структура. И вам, как говорите, ни разу государство не помогло. Что у вас есть в данный момент в наличии? И достаточно ли этого для самостоятельного существования? И какие интересные вопросы. Ответ. Предлагаю один документ, который ответит на ваш вопрос. Наказ за обслуги лагеря Стана. Что делать? Порядок работ. Да, первое. Сохранить от пожара, от воды, от грузунова, от людей, от скотина, от небрежности. Не закрыл, забыл. От сырости, от насекомых, от птиц, от зверей. Это все на мне лежало 45 лет. Даже 46. Наше имущество. Скворечник. Это дома, в котором я живу. Домик называется. Саманный. Из Самана. Картонный. И балерина. Сейчас у нас намного больше. Мы приобрели еще около 4 или 5 домиков. Где теперь можно отдыхать, работать. Лагеря нету. Тестомес. Это отдельное здание. Лабос. Это отдельное, где на высоте хранятся продукты, чтобы мыши, крысы не залезли. Лабос. Келья и земляная. Земляная. Келья. Склады номер 1 и 2. Теплица парнейек. Дрова. Доски. Лес. Подвалы. Стекло. Кирпич. И все. Много охранилось. Территория лагеря. Кельи жилые. Кухня. Столовая. Склады. Подвал. Комната отдыха. Пекарня. Спортплощадка. Вышка. И везде ограды. Изгороди. Огороды. Лагерные у пруда. На картонном. На Саманном. И в поле. Цветник отдельно. Сад у лагерного пруда. И везде туалеты. Всего здесь 16 туалетов построено. Вигвам. Место для костра. Скамейки. Подиум. Ограда. Колодец под замком. Баня. Пирс. Место купания. Раздевалка. Но тогда не было главного колодца. С бетонными уже кольцами. Прямо около скворечника. Так. Две линии электростолбов. К лагерю и к бане. Пять электросчетчиков. Видишь как. Весной все это открыть. Откупорить. Расконсервировать. Снег откидать от стены. С крыш. С потолка. Когда будет тепло. Колодец открыть. На несколько дней. Чтобы лед в нем растаял. Воду из колодца выщерпать. Всю тщательно. Стенки колодца промыть. А очистить и колодец снова запереть на замок. Ключи хранить по инструкции в определенном месте. Не терять. Всегда привязывать на резинку к себе. На ключе всегда красная тряпочка. И надпись. Откуда взято что. Ну вот. Теперь уже время много прошло. За что мы отвечаем? Ну отвечаем. Динник большой для коров. Это нами построено. Для овечек тоже нами. Мы за этим смотрим. То есть это большие дома купили. Бывший Павла. Дом и Калашниковых. Вот у Володи. Один я подарил этот дом Володе. А второй Никите. Они ни копейки не платили. И оборудование. И там счетчики. Я все сам это сделал. Где-то застаю деньги. Ну не свои же. Своих-то еще нету. Копейки. Но экономлю на всем. Даже за стол если ребята купили сметану, творог. С молоком едят. Я не покупаю. У меня нет денег. И за одним столом сидим. Не стыдно им. Да они прям в рот толкают. Я не беру. Не беру. Не беру. И на этом все. У меня нет денег. И я должен вписаться в эту жизнь такую. Вот и все. На этом. Весной открыть. Видите, какая работа. А теперь у нас еще новые домики. Да еще их теперь надо приводить. Потому что теперь люди приезжают в этих домиках жить. Лагеря нету. А порядок остается тот же самый. Приезжают с детьми, к ним уже Роспотребнадзор и шагу не шагнет. Ну вот они на нас-то нападали. А теперь мы говорим, Господи, слава тебе, что Роспотребнадзор пришел к нам. Там уже кельи были ветхие совсем. Ремонтировать надо было. Глина размокает. А теперь мы в настоящих домах живем. Вот в прошлом году мы задействованы были раз, два, три, четыре. Ну как за нами числится восемь. Восемь домиков. Это все приобретено. В одном я живу, отдельно Надежда Васильевна и отдельно Самана. Его обложили кирпичом. Сергей Павлович ведет занятия, пупков. Вот уже три. Теперь Володе четыре. У Никиты пять. И тут скандал был из-за одного домика. Стал строиться Иосиф. А там непорядок с бывшей хозяйкой было. И он не знает, что теперь делать. Жития там нету. Она, земля, за ней исчислится. Я говорю, давай мне. Сколько заплатил? Вот тебе деньги. И он начал строиться в другом месте. Это уже шестой домик. Вот шестой. И отдельно взяли тут, переезжали, переезжали. Седьмой у нас там, ну где Татьяна Новикова была. Вот теперь там надо, там летний, как домик стоит летний. И надо пристроить веранду нынче. И который купил из-за спорного дома, он уже построен. Надо его обшить. Видите, сколько работы. Вот жду с первого, может быть, августа или июля, я не знаю даже. Михаил Михайлович Кальмаев. И кто может, вот услышит. Дайте знать. Если вы верующим, переговорим по скайпу. Я строю вам проверку по документам снять. И тогда, если сильно желаете, только приехать посмотреть. А если все сойдется, то так. У меня было тут приезжали, двое были. То работать не хотят, то спорят. И вот, ну я теперь еще скрывать, когда все это есть. Виталий Калиников. Было отказано. По-простому сказать, выгнали. Но проводили по-хорошему, помолились. И он нигде ни разу нигде не стал злословить. И сейчас вот на этой неделе уже может приехать опять работать. То есть все вернулось. И уже теперь он другой. Я говорю, как много потерял там из-за того, что вот не так вел себя. И молодец. Второе было, это Роман Фроликов. Ничего не умеет делать и не хотел делать. А теперь участвовать в беседах. Но не дальше. Не дальше. Почему? Потому что по делам никак нигде не видно. Не знаю. Но пришлось срочно, там два дня было, что ли, на мотоцикл, на дорогу, где автобусы в Барнауло. До свидания. Нам не нужны ладыри. Не нужны фантазеры. Ну и на этом все. Вот на сегодня. До свидания.